Надежда Познякова, сбежавший первоклашка. В одном большом городе жил мальчик Егорушка. Как только исполнилось ребёнку шесть лет, стали его готовить к школе. Ох, и страшно же было Егорушке! Боялся ребёнок идти в школу. И всё потому, что в своё время в садик он не ходил. Но прошло первое сентября, затем одна неделя, другая, третья. И оказалось, что школа эта совсем не страшна. Уроки проходили интересно, быстро. А самое главное, у Егорушки появилось много друзей. И всё было прекрасно, пока в один из вечеров домой не позвонила учительница. И стало известно родителям, что Егор-то на переменах носится по школьному коридору, сбивая одноклассников, и кричит на всю школу. Разговор папы с сыном был очень серьёзным и неприятным. На следующее утро Егорушка нехотя брёл по знакомой дороге. Желание учиться пропало. И перед самой школой он вдруг решил, что больше не будет ходить в школу. Вздохнул и печально побрёл прочь от школы. Он брёл дальше и дальше вглубь дворов. Хотелось плакать. Но тут мальчик вспомнил про игровую площадку, которая находилась через дорогу. И он весело зашагал в сторону светофора. Перед самым светофором, неизвестно откуда, появился чёрный, неопрятный, грязный котёнок и заговорил человеческим голосом. «Привет, малыш! Вот это правильно ты решил! Нечего ходить в школу! Скукотища там! Идём-ка лучше со мной! Не пожалеешь! Ты кто? Откуда ты знаешь, что я решил? Ты следил за мной?» Удивился Егорушка. «Вот ещё следил!» Вскривился котёнок. «Я помощник одной, очень важной особы. Она всё про всех знает, всё видит и всё может. Она направила меня к тебе на помощь. Пошли! Хватит болтать!» И котёнок стал манить Егорушку под дерево. «Чучело! Ты и есть настоящая чучело! Ничего тебе доверить нельзя!» Топнула сердито ногой баба Яга, выходя из-под дерева. «Полетели ко мне в гости!» Она схватила мальчика за руку. Егорушка рот открыть не успел, как летел уже по воздуху с бабой Ягой. Чучело сидел на плече у бабы Яги. В мгновение ока оказались они рядом с серо-бурой горой, в верхней части которой виднелся узкий лаз. Баба Яга плотно прижала к себе мальчика, и они влетели внутрь лаза. Внутри стоял едко сладкий запах, и было темно. Опустив Егорушку, баба Яга хлопнула в ладоши. «Просыпайтесь!» То тут, то там стали загораться разноцветные мелкие огоньки. Их становилось все больше и больше, и вскоре осветился весь свод пещеры. И тут, к своему великому удивлению, мальчик увидел ноутбук, стоящий на столе. Баба Яга с гордостью произнесла, «Это мой компуктер! Сейчас он не хочет работать! Верни мне игры, и я отпущу тебя домой!» Егорушка осмотрел ноутбук. Шнур, блок питания, все на месте. Но ноутбук не запустился. «Бабушка!» Сказал мальчик. «Нужна электрическая розетка, чтобы зарядить ноут!» «Я тебе не бабушка! Зовут меня Баба Яга!» «И он не ноут, а компуктер!» процедила зло старуха и стреляла на меня без всякой там розетки. «Ты мне голову не морочь, а то съем за ненадобностью!» По входу пещеры важно расхаживала две вороны. Одна утвердительно кивнула головой. «Съест! Обязательно съест!» «Нет! Ну, если он выполнит ее поручение!» проговорила вторая. «Баба Яга сдержит свое слово!» «Хотя...» «Слово-то она вообще не держит!» «Только вот, когда обещает съесть, то всегда съедает!» Егорушке стало невыносимо страшно, и он как мог стал объяснять Бабе Яге, что компуктер нужно подкормить, чтобы он ожил. Разъяренная Баба Яга промаршировала по пещере, несколько раз пнув при этом ногой чучело, затем схватила ноутбук и мальчика, и пулей вылетела из пещеры. Приземлились они, влетев в окно дачного домика. «Вот здесь он стоял!» «Смотри, не хитри!» «Съем за ненадобностью!» Сказала Баба Яга и плюхнулась в кресло. Егорушка включил нот в розетку. Времени у него оставалось немного, что-то нужно было делать, и срочно! «Баба Яга, а ты во что играла? В Ривенфилд или в Майнкрафт?» Робко спросил мальчик, желая отвлечь внимание Бабы Яги. «Не знаю!» Зевая, ответила Баба Яга и вскоре захрапела, как паровоз. И тут на экране ноутбука высветилась строка поисковика. И Егорушка торопясь стал вбивать вопрос, как избавиться от Бабы Яги. Открылась страница. Ответьте правильно на пять вопросов. Сколько букв в русском алфавите? Какие бывают звуки? Из чего состоят предложения? На что делится слово? Почему ученик не в школе? От ответов зависела его жизнь, и Егорушка, стараясь не делать ошибок, начал вбивать 33 буквы. Звуки бывают гласные и согласные. Предложения состоят из слов. Слово делится на слоги. Ученик не в школе? Ученик не в школе, потому что принял неправильное решение. Появилась надпись. Поздравляем! Тест пройден. И сидящая в кресле Баба Яга стала растворяться в воздухе, не успев произнести ни единого слова. «Спасибо тебе, чудо-техника, ты спасла меня. Я обещаю, что больше никогда не буду прогуливать школу. Я буду хорошо учиться. И, может быть, когда вырасту, смогу чем-нибудь помочь людям», говорил первокласска-прогульщик, поглаживая ноутбук. «Я вижу чистоту твоих помыслов и верю тебе». Егорушка обернулся и увидел стоящего перед ним белого единорога, от которого исходило небольшое свечение. Кивнув головой, единорог продолжал «Только не забывай этот урок, малыш, ведь помощь может прийти, не всегда. Будь благоразумным, и беды к тебе не пристанут». Затем широко улыбнулся и добавил «Не будем больше терять драгоценное время. Поспешим в школу, там ждут тебя». Ну вот и все. Хорошо все то, что хорошо кончается. На этом и закончились приключения сбежавшего первоклашки, которые произошли где? Да в красавице Караганде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok